Самое красочное событие года завершилось. В субботу в Иванове подвели итоги фестиваля уличного искусства «Полотно». В конкурсе граффити приняли участие 18 райтеров с разными стилями, разными взглядами на искусство. Фестиваль не только возможность для уличных художников показать свое умение и выиграть денежный приз, но и повод превратить серые унылые городские постройки в яркие арт-объекты. Мы благодаря рисунку Тимура Молотова «Стремление к свободе» вышли на большой достаточно объем и раскрасили девятиэтажку на въезде в город Иваново прямо на перекрестке проспекта Текстильщиков и Лежневского шоссе. Это получился очень концептуальный и интересный рисунок. 308-й авиаремонтный завод в этом году получил вторую картину – это «Самолётики». очень интересная, простая, лаконичная, но при этом очень красивая история получилась. Лучшего райтера выбирали всем городом. На сайте фестиваля проходило открытое голосование, в результате которого определились три финалиста. Ивановцы отдали предпочтение работе лица. Также в финал прошли отголоски чемпионата и под водой. Единственную лучшую работу отбирала уже экспертная комиссия. Её вердикт с народным не совпал. 10 судей, которые голосовали непосредственно 6 числа, уже после подведения зрительского голосования, распределили свои голоса иначе, чем участники голосования. Если у нас на онлайне побеждал Максим, то есть первое место было отдано ему, а отголоски чемпионата заняли второе место и на морском дне занимали третье, то по итогам судейской коллегии, то есть всё-таки первое место занял Андрей Филаретов, второе Максим и третье отголоски чемпионата у леща. Победила под водой Андрея Филаретова. Автор рассказывает, до последнего не знал, чему посвятит конкурсную работу. Художникам предложили на выбор несколько концепций. Экология, человек в городе и свободная на усмотрение автора. В итоге тему подсказала само полотно, а точнее стена. Отталкивался исключительно от того, какая это стена, то есть это рифленый бетон. Я пытался свой стиль туда как-то запихнуть, поскольку там 6 плит, родились вот такие вот 6 сюжетов. Вначале те художники, которые трудились над этим участком, очень долго сопротивлялись, потому что это очень сложная стена и неудобная. Обычно художники рисуют на ровных каких-то стенах. Нас долго уговаривали, мы согласились. Думаю, что все наоборот от этого только выиграли. Отклик от горожан на фестиваль положительный. Благодаря ему город становится ярче и молодежней. Ивановцы нередко и сами подсказывают организаторам стены, которые так и просят баллончика. А значит, фестиваль продолжится уже в следующем году. Благо, чистых полотен в Иванове еще предостаточно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.